Но тем временем в нашем канале проходит новогодний розыгрыш призов, ссылка на который находится в описании. Переходите и участвуйте. Вот не знаю, чем Ferrari занимались в межсезонье, потому что как-то все апгрейдили машину, а они наоборот, у них у всех был прогресс, а у них был регресс. Не знаю, как это связано, почему у них так они сделали. То есть у нас был новый регламент на этот сезон по ДВС, и по сути они качали ДВС, но большую часть модификаций они почему-то не оптимизировали под новый регламент. Что довольно странно, Mercedes тот же, они все оптимизировали под новый регламент. Но главное, это проблема Ferrari, им пробиваться где-то там, с середнячками бороться теперь, потому что с Red Bull'ами, нами и Mercedes'ем они бороться, ну, навряд ли смогут. Квалификация, собственно, в первом секунде я спокойно прошел, во втором тоже спокойно прохожу, Сироткин тоже спокойно теперь проходит наконец-то квалификацию. Ну и также мы будем стартовать на суперсофте, потому что трассегивание в демпит, надо выигрывать, гонки начинать, плюс, опять же, мы боремся за чемпионский титул и кубок конструкторов. Так что надеюсь, что Сироткин тоже поедет на хорошие позиции. Третью квалификацию я выигрываю спокойно, Сироткин занимает четвертое место, ну и с Mercedes'ем мы поделили, так сказать, первые четыре позиции между собой. Red Bull там где-то позади, опять же, Ferrari, как вы видели, отлетели, Räikkönen в первом сегменте, Fettel во втором сегменте. Причем Fettel на пятнадцатом месте, опять же, отлетел. В соперничестве я выбираю Льюиса Хэмилтона, потому что это будет реально мой на данный момент соперник на весь сезон, скорее всего. Потому что Ferrari, опять же, нам не соперники, Red Bull, ну так всяк будет. Может быть, где-то смогут стрелять, где-то нет. Ну и что ж, Мельбурн, тут мы будем, скорее всего, бороться на равных с Mercedes'ем, потому что Mercedes'ем самый лучший сейчас болит, за счет того, что у них очень прокачан ДВС, и они все оптимизировали, в отличие от Ferrari. У нас же сейчас какая-то и задача, нам надо прокачать ДВС, будет прокачивать и шасси, самое главное, дорабатывать. То, что, в принципе, уже идет на доработки. Мельбурн, в принципе, в этом плане трасса такая, то есть, все хорошо иметь именно, и аэродинамику хорошую, и шасси, и ДВС. С аэродинамику у нас все очень замечательно, теперь можно крылья намного меньше ставить их угол, потому что у нас очень большая прижимная сила сейчас. Ну и перейдем к стартой шутке, первое место за мной, второй, Вальтери Боттас, третий, Льюис Хэммсон, четвертый, Сергей Сироткин, пятый у нас, Макс Ферстаппин, шестой, Эстебан Акон, седьмой, Кевин Магнессон, восьмой, Карл Сайнц, девятый, Чака Переса, и десятый, Шарльгер. Кстати, довольно интересно то, что Форс Инди тоже очень хорошо проработали в межсезонье, они привезли себе много апгрейдов в Мельбурн, примерно столько же, сколько и мы, то есть, от Форс Индии стоит ожидать в этом сезоне что-то такого неожиданного, каких-то там, может, подиумов или еще чего-то. Но, переходим к гонке, стратегия 1 пит, как я говорил, Суперсофт на софт, и с такой стратегией не я один буду ехать, со мной еще будет ехать с такой стратегией Льюис Хэмилтон, к сожалению, Сироткина будет с стратегией в 2 пита, но это уже, как мы увидим, и сыграет скрасно. Собственно, в старте я неплохо стартую, Ботос вправо от меня что-то непонятное дело, перестраивается влево за мной, по итогу теряя сразу 2 позиции по отношению к Хэмилтону и Сироткину. С какой-то, как я прохожу перепорот, меня никто не атаковал даже, ну, потому что Ботос сидит, кто мог меня атаковать, почему-то вот что-то непонятное сделал на старте, сначала вправо повернул, потом влево, и по итогу сразу прошли 2 болида. Позади также у Феррари пытались прорываться, Реккин решил воспользоваться Фернадолонсом в виде тормоза, по итогу сломался передний антикрылой и по итогу, скорее всего, откатится еще дальше. Спустя пару кругов Хэмилтон начинает меня уже потихоньку атаковать, за счет слепстрима он меня атаковывает, да, третий круг, но ДРС еще не был доступен в том секторе, где он меня атаковал. Позади Сироткин ошибается, из-за чего он ломает передний антикрылок Ботосу, потому что тот в него въезжает, не успевает это тормозить. Ну и по итогу Сироткин начинает еще проходить Марс Ферстаппин, но Сироткин на позднее торможение проходит Ботоса, или на старте-финичной прямой, имеющей ДРС, спокойно его обходит. Также Ботосом начинают уже заниматься и Ферстаппин, и Магнусом, и Аком вроде бы. По итогу даже вот Ферстаппин ошибается, но в принципе ничего это не дало ни Ботосу, ни Магнусу позади. Так они с Форс Инди ездили бок о бок недолго. Собственно, в данном повороте уже в третьем Магнус все-таки прошел наконец-то Ботоса. Потом, через какое-то время, опять же, Хэммитон атаковывал. Атаковывал меня до момента питстопа, после того, как мы перешли на СОП с ним, он перестал меня как-либо пытаться пройти. Просто не хватало, может быть, даже темпа. Но тут я спокойно перекрещиваю траекторию, немножко вытесняю Льюиса, но прохожу и возвращаю себе первое место. Вот такие были подобные еще попытки обгона, но ничем хорошим они не заканчивались, потому что следующий праздник был в мою уже пользу, и я спокойно отыгрывал у себя позицию обратно. Так что вот примерно такая у нас была борьба с Льюисом. Из круга в круг в основном. Но, как я говорил, опять же, потом эти атаки закончились, и просто я уже начал отрываться. Вот. Ну, в принципе, то есть для меня гонка прошла в таком вот, примерно, темпе, то, что я еду, 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 и все. Как будто в хот-лап режиме. Также Сироткин у нас врезался в Магдуса, когда тот сошел, из-за чего получил штраф. Стоп-н-го на 5 секунд. Что крайне плохо, потому что это штраф. Все-таки, как-никак, к финальному времени. Плюс он повредил передний текло. И он почему-то не поехал на пистоп, чтобы его поменять. По итогу, он с четвертой или пятой позиции в тот момент откатился до последних позиций спокойно. Вот, видели борьбу между ним и Ботасом, и Ботасово прошел. Причем это была битва не за килей бочки, это было, там, за 15-14 место где-то. То есть, по итогу Сироткин потерял кучу времени из-за того, что он просто не поехал на пистоп, а въехал с теми повреждениями больше 10 кругов примерно. Ну что ж, гонка заканчивается для меня победой уверенной. Льюис меня пытался под конец догонять, я начал терять в темпе, но догнать не смог по итогу. Первое место за мной, неплохое начало сезона. Первое место сразу же, второе у нас Льюис Хэмлинтон, и третье у нас Макс Ферстаппин. Конечно же, вторые болиды Вильямса и Мерседеса приехали, ну, крайне плохо. То есть, вне очковой зоны, и по итогу Кубка Конструкторов начинается не очень для нас хорошо, потому что только мои 25 очков туда попадают, и 18 очков Льюиса Хэмлинтона попадают только в команду Мерседеса. Ну и что ж, в принципе, могу сказать так, что, скорее всего, этот сезон будет проходить следующим образом, потому что половину сезона мы будем бороться с Мерседесами, ну, а другую половину сезона мы просто будем доминировать. Потому что к этой половине сезона мы уже проградим все и шасси, и ДВС начнем качать. Соответственно, скорее всего, может, получится скучным, потому что борьбы будет очень мало. Ну, тут как уж пойдет. Все-таки загадывать на будущее что-то не могу. По итогу, собственно, вот, босс аж в 14-м приехал, Феттель у нас с 15 на 7-е место поднялся, но он поднялся за счет того, что просто проходил в основном всех, кто на битстоп заезжали. Сироткин опустился до 17-го места, до последнего, и по итогу еще получил стоп-н-го на 5 секунд. Собственно, не заехал на питстоп, заменить эти крыло, вот что получил. Ну, и по контактам были мизерные в основном контакты, опять же стоп-н-го от Сироткина. Ну, тут тоже как-то странно сделал зачем. Ну, вот, сошел перед тобой Магнус, зачем ты втопил гашетку в пол? Зачем, в чем, в чем была вообще логика? Ну, и после гонки, соответственно, интервью. Решил уж ставить так, чтобы оно было, а то вдруг кто забыл, что оно вообще в этой игре есть. Все, они зарабатывали очки, и это была легкая победа. Ну, и я пытался по максимуму набрать скидки на шасси, но, опять же, блин, случайно взял скидку на износоустойчивость, но окей, может быть, надо будет что-то прокачивать, потому что электроника та же сейчас будет изнашиваться, может, быстрее, потому что я посмотрел по элементам во время практики, и у меня самым изношенным элементом стала электроника вдруг. Хотя обычно, наоборот, она была самым неизношенным элементом. Ну, как-то так. Так что надо будет сейчас работать тоже с износоустойкостью болида продолжать. Движок-то у нас сейчас износостойкий, но вот остальные запчасти не особо. И также, кстати, я еще после гонки, по сути, выиграл соперничество у Сироткина, причем довольно интересно то, что я выиграл его после квалификации, но победу засчитали только вот сейчас. Причем, почему-то в обзоре соперничества мне поставили то, что я в финишной позиции, и место на подиуме у меня было, наоборот, ниже, чем у Сироткина, и то, что на подиуме я якобы не приехал. Ну, как-то странная логика, как она работает, вообще непонятно. С Льюисом у нас все наравне, потому что у нас столько отличия в финишной позиции, и то, что он все-таки поставил быстрый круг под конец гонки на пустых баках уже. Собираем очки, ресурсы, надо прокачивать дальше болид. Собрали мы за этот этап довольно много, потому что я еще выиграл соперничество у Сироткина, то есть где-то по тысячу с чем-то. Соответственно, можно будет вкачать скидки для шасси, ну и какую-нибудь одну модификацию еще, может, в шасси. Собственно, шасси для нас сейчас самый приоритетный вариант, потому что у нас большое отставание от любой команды, которая есть в шасси. Плюс тут я думал, можно все-таки вкачать именно снижение веса уже значительную, апгрейд вкачать, но решу все-таки, ладно, лучше взять скидки и потом уже вкачать. Чуть меньше будет стоить, нежели сейчас. Ну и плюс, может быть, я так смогу сбалансировать апгрейды в ветке шасси, и они будут равномерно идти. Но это тоже все будет зависеть от того, сколько будет ресурсов у нас после каждого этапа. На этом, ребят, все. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, ребят. Пока-пока, и участвуйте в ВК.